Правильные соотношения между мужчиной и женщиной, это уже надо изучать на состояниях духовных между Зарампин и Малхут, это в принципе духовные состояния. То есть достижение, цель и творение, оно не просто я устремляюсь к культуризму и к творцу, оно должно быть еще и на уровне вот такого нормального человеческого семейного общежития. Любое взаимоотношение между мужчиной и женщиной, правильное, невозможно описать на уровне нашего мира. Когда мы говорим только друг о друге, что ты меня, да я тебя, любим, уважаем, понимаем, как нам хорошо вместе, это все не может существовать, не имеет права на существование. Только когда существует третья цель, ради которой мы вместе сливаемся, соединяемся, как когда мы желаем создать ребенка, вырастить что-то из себя. Мы тогда поднимаемся из уровня нашего мира через эти два наших прообраза Зарампин и Малхут в мире Ацелут к наполнению света в кли. Ради чего оно делается, наполняется свет в кли? Оно делается ради того, чтобы выразить при этом свойства отдачи. То есть мужская часть наполняет, женская часть принимает. А для чего они взаимно действуют? Для того, чтобы создать намерение отдачи относительно творца. То есть это намерение, оно является их общей целью. Если этого намерения нет, никакая пара в нашем мире не продержится. Мы будем видеть, как распадаются все больше и больше семья. Дети уходят от родителей, родители не хотят детей. И вообще весь мир все больше подобен одиноким людям, которые бродят в потемках, даже не натыкаются друг на друга, не видят друг друга. Если пара находит друг друга и развивается гармонично, и вместе они постигают высшие ступени, то тогда естественно, что их вечное движение происходит вместе. Происходит в следующий раз их земное воплощение. Практически таких случаев нет, потому что те, кто достигает такого состояния, они уже полностью исправляют себя. Как правило, каббалисты, они достигают состояния исправления самостоятельно, не в слиянии с женской, со своей половиной. Необходима жена, супруга, человеку для того, чтобы он духовно поднимался. Но если она не обладает точкой в сердце, стремлением к постижению той же цели, то ни в коем случае заставлять ее нельзя. И поэтому тогда каббалист производит все духовные исправления сам на себе. Но все равно жена как бы пассивно существует рядом с ним и помогает, в общем-то, неосознанно ему в этом движении. Все равно люди должны будут достичь такого состояния, когда каждый найдет свою духовную пару и уподобится полностью своему духовному прообразу, как Зарампин и Малхут, так и мужчина и женщина в нашем мире в общем, полном слиянии друг с другом. А затем мужская часть между собой и женская часть между собой. Душ объединяется в одну мужскую и одну женскую часть. Мужская часть – та, которая приносит, вносит свет, привносит свет в женскую часть. И тогда становится как бы обобщенный снова образ Адама и Евы. И они соединяются между собой в один общий такой неразделимый объект духовный, который называется одна общая душа или творение, которое наполнено общим высшим светом Творца. И в этом состоянии человечество существует вечно. Это состояние, оно не то, что неизменно, мертво, оно постоянно развивается и поднимается дальше. То, что мы изучаем с вами, мы изучаем только исправление души. А после исправления происходит ее огромные чудесные возвышения, но их сейчас в нашем курсе Кабалы мы не изучаем, потому что самое главное для нас вот этот этап нашего исправления – это как у вас есть какой-то инструмент, допустим, ну музыкальный инструмент. И вы его сейчас настраиваете, настраиваете, а после того, как он настроен, начинаете на нем что-то исполнять. Так вот, мы занимаемся сейчас исправлением, настройкой инструмента. А как уже этот инструмент применяется, когда он полностью настроен, когда душа полностью исправлена, об этом даже мы не говорим в нашем курсе Кабалы.